Приветствую вас. Ответ на вопрос, который вы задаете, достаточно простой, именно на вопрос, если мы говорим по вопросу. Мужчина продолжает общение, потому что ему это удобно, ему это выгодно, ему комфортно. Он получает от этого общения то, что ему нужно. Что ему нужно сказать, не представляется возможным, потому что у каждого человека это индивидуально, то, что нужно. Вот, ну, совершенно очевидно, что он бы не общался с вами, если бы у него не было каких-то желаний, да? Вот, и каких-то эмоций по этому поводу, по поводу вас, например. Другой вопрос, насколько эти эмоции соответствуют тому, что испытываете вы, ну, судя по вашему вопросу, вообще не я. Созвучит. Дальше. В начале у нас было несколько другое общение, потому что он мило писал, спрашивал, как дела, писал, что скучает и постепенно началось молчание. Здесь нужно отдельно, наверное, сказать, что вообще-то говоря, подобное происходит тогда, когда людей мало что связывает. Вот. То есть, когда у людей мало общего, вот, когда у людей недостаточно количества общего, скажем так. Вот. Тогда, в общем-то, и возникает такая проблема. Проблема именно как раз того, что начинается молча-молчание в самом деле там. Просто банально не о чем говорить людям. Вот. Их, по сути, ну, мало что связывает, да? Да. И, наверное, это таким образом вопрос к вам. Что связывает вас с человеком? Что связывает вас с мужчиной? Вот. Что между вами общего? И так далее. У меня возникло впечатление, что очень сильно вы ориентированы на его, на него. То есть, что вот он писал, что он там интересовался, как у меня дела и всякое такое. Дальше. Когда я ему пишу, ты совсем забыл про меня, он всегда отвечает привет, я помню или не забыл. Ну, здесь вы, на мой взгляд, прибегаете к манипуляции. То есть, тут вы используете манипулирование. Вот. Ты совсем про меня забыл. Это просто манипуляция. Вот. И тот факт, что вы прибегаете к манипуляции, ну, конечно, Ну, а... Говорит о том, что своим... Чувствует вам не очень хорошо. Вот. Вот такая вот история здесь. Что здесь нужно посмотреть, с чем связано то, что вы так вот пишете. Что-то вы пишете вот. Таким образом. Что именно забыл про меня. Знаете, мы всегда желали друг другу спокойной ночи, а потом постепенно перестали это делать. Значит, не хочется. Он отвечает только для обещаемого. Это нанес все вопросы. Я пытаюсь излить душу в сообщениях. Так мне легче приносить такое отношение. Что вы имеете в виду здесь... Что вы имеете в виду под... Пытаюсь излить душу в сообщениях. Легче приносить такое отношение. Зачем вам приносить такое отношение? Но я все понимаю, что устало. Почему просто не может сказать, что у меня появится другая. Или просто отправит чея, а сам даже отвечает и приезжает, но я не понимаю зачем. И мы нужны. А что нужно вам? Чего хотите вы? То есть... Какая ваша здесь позиция? Какие у вас чувства? Как они, собственно, ваши чувства выражаются? Вот. И так далее. То есть у меня появилось такое ощущение, да, что... Мужчина, он как будто один в отношениях без вас. Вы просто такая достаточно принимающая, пассивная страна. Не совсем понятно, чего вы хотите. Мне совсем понятно, что вам нужно в отношениях. И есть ощущение, что вы привязаны к данному мужчине, причем что он вам не дает того, чего вы хотите. Вот. Ну, он подобная несамостоятельность. В отношениях. Ну и приводит, собственно, к той проблеме, о которой вы пытаетесь нам сказать. Так что давайте все-таки постараемся разобраться в себе. Да? Не в поведении другого человека. Что невозможно. В принципе. А, в себе. Стараемся разобраться в себе. Хорошо? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...